Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Все то, что было каким-то образом связано с Господом нашим Иисусом Христом, когда Он был на земле, все, что было связано с Пресвятой Владычественной Богородицей, все то, что связано со святыми угодниками Божьими, того, кого мы почитаем святыми, это все обладает особой благодатью, которая, в общем-то, изливает на окружающий нас мир, и на каждого из нас с вами Господь сотворил видимый и невидимый мир. Мы с вами понимаем, что если какому-то святому Господь Бог при его жизни даровал особые дары, когда святой мог помогать утешать людей безутешных или исцелять людей неисцелимых, мы, как верующие люди, понимая, что с телесной, физической смертью человека личность его никуда не исчезает, у Бога нету мертвых, нет у Бога мертвых, все живые для Него. И, конечно же, и совершенно естественно, то те дары, которые дал Господь Бог святым угодникам Божьим, они тоже не исчезают, и именно поэтому мы с вами прибегаем и к их святых иконам, и к их святых мощам, или к каким-то ризам, может быть, и получаем благодать, мы уверены, что благодать изливается и сейчас, когда вроде бы как их нету на нашей бренной земле. Тем более то, что связано с жизнью на земле Господа нашего Иисуса Христа. А скажите, дорогие братья и сестры, а дьявол спокойно относится к тому, что мы почитаем, правильно почитаем святыни христианские, понимая, что из них, через них Господь Бог изливает на нас благодатные дары. Мы понимаем с вами, что, конечно же, нет. И дьявол все делал для того, чтобы все святыни христианские, в общем-то, исчезли с лица земли, не только память даже о Христе. И первые, кто начал борьбу с христианами, это были иудеи. Помните, как побежали после распятия и смерти Господа, по погребении Господа к римлянам и говорили, что давайте вставьте возле гробницы солдат, воинов, и опечатали же гробницу. Почему? Потому что вспомнили, что лжец тот в свое время говорил, что он на третий день воскреснет, а эта ложь будет хуже даже первой лжи. Опечатали, солдат поставили, а Господь воскрес, Господь воскрес. И даже этому есть свидетельство, это Туринская плащаница, которая, дорогие братья и сестры, вот тоже удивительный момент. Ведь такое большое количество ученых, среди которых были скептики, атеисты, просто неверующие люди, которые изучали плащаницу, нашли сотни доказательств того, что это, да, действительно, та была плащаница, в которую был завернут Господь наш Иисус Христос по смерти Его. Скажите, вы смотрите сейчас постоянно фильмы об этом, как ученые показывают доказательства того, что действительно это истинная плащаница, в которой завернуто было тело Иисусова. Видите где-нибудь? Мы не видим это, дорогие мои. Но наоборот показываются фильмы, в которых четко говорится, кто-то один усомнился, и он четко декларирует на весь мир. Нет, это не та плащаница. Она была сооружена в каком-то средние века, и даже там, естественно, были такие гении, как Леонардо да Винчи, вот он это сделал и так далее. Странно. Один человек предполагает подобное, причем сейчас уже мы знаем, что анализ плащаницы, который был сделан временной, он неправильный. Как раз это была та часть плащаницы, которая позже была действительно, после пожара, действительно это в средние века было сделано. А вот все остальное полотно, это что того времени, и плелось тогда. И там остатки даже каких-то семян там, и пыльцы растений того времени. Удивительно, что когда стали рассматривать в большем разрешении вот само изображение, отразившееся на плащанице, увидели, что, оказывается, на глазах лежали монетки. Это правильно. Иудеи так и хоронили в свое время людей. И когда увеличили эту монетку, она оказалась странной, там была ошибка. И нумизматы, оказывается, ученые даже и не знали, или упускали этот момент, что действительно, именно в 30-е годы по Рождестве Христову случайно с ошибкой какое-то количество небольшое этих монет было действительно исполнено, а потом это все прекратилось. Опять же, кто это? Микеланджело знал об этом? То есть, конечно, мы понимаем, что дьявол не будет препятствовать, чтобы истина дошла до человека. Но, родные мои, для нас верующих это действительно никакого значения не имеет. Итак, конечно же, иудеи хотели уничтожить все следы пребывания Господа Иисуса Христа, Иисуса из Назарета, здесь, на этой земле. И побежали же, и прикопали эти кресты, которые остались на Голгофе. Да, в то время, конечно, ученики разбежались страха ради Иудейска, простерянности своей, прикопали. А после 70-го года, когда царство Иудейское было уничтожено римлянами, Иерусалим был разрушен. И, как мы с вами знаем, в этом местном, в Иерусалим, все-таки люди после полного разрушения и уничтожения пребывали, потому что, видимо, это место, ну, во-первых, это место святое, понятно. И поэтому людей тянуло к этому месту, люди селились снова, и император Адриан Римский, он понял, что город там, на этом месте, должен быть, и он построил город своего имени, Адриан Атнаполь. Построил, и, как бы, приняв эстафету от Иудеев в борьбе с христианами, опять же, это удивительный момент, потому что римляне, покоряя новые народы, они не боролись с религиозными верованиями этих народов. Они, наоборот, каким-то образом старались так, чтобы эти народы были ближе к ним, воспринимали власть Римской империи, как бы в эту жизнь Римской империи втягивали эти народы. И только единственная религия, с которой они боролись, причем истово, просто с каким-то неистовством, вернее, так можно сказать, это было христианство. Да, началась борьба. Адриан что сделал? Он засыпал как раз гору Голгофа, а мы знаем, что там рядом как раз сад был, в котором был гроб высечен, иссечен, в котором Господа с креста погребли. И там был огромный холм насыпал искусственный. То есть, ландшафт Иерусалима изменился. И на этом месте воздвигли капище Венеры, и там статую Юпитера поставили, и свои эти страшные обряды языческие там исполняли. Но мы с вами знаем, что когда Римская империя уже распалась на восточную и западную, появился император, который решил снова объединить эти две части Римской империи в единую. Это был император Константин. Ему нужно было победить самого страшного врага, это, конечно, владыку западной части Максимиана, и Ликиния, владыку восточной части империи. И начались вот эти страшные войны, и в 319 году как раз состоялась вот эта известная и нам с вами известная битва с войском Максимиана, когда войско Константина было явно меньше чизненности и явно слабее. И Константин немножко ну как бы в отчаянии или я не знаю искал каким богам молиться, чтобы все-таки победить Максинцы. Но как мы помним, да, явлено было на небесах знамени Креста. Сим победившей было сказано Константину. И все воины это все видели. А потом сам Господь Иисус Христос явился Константину и было сказано ему, чтобы он соорудил знамя с Крестом. Воины, видевшие это знамение на небе, начертали кресты на счетах своих. И вот эта победа была одержана, которая ошеломилась самого Константина и иных. И как мы с вами знаем, через год в 313 году Константином был принят Миланский дикт, по которому христианство уравнивалось как бы со всеми другими религиями в Римской империи, то есть прекратились гонения. Но Ликиний, который владел восточной части, все равно гонения продолжал. Поэтому состоялась еще битва, когда Константин победил уже как бы со знаменем креста. И тогда Римская империя объединилась. И, конечно же, император заинтересовался этим знаменем, знаком христиан, который христиане особо почитали. И решено было найти тот самый крест, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. И тогда мать его, мать Константина, ее он попросил вот это благое дело сделать, важное очень. И царица Елена, которой было тогда 80 лет, с радостью, она уже была христианкой, с радостью приняла вот эту как бы просьбу сына своего, и она поехала в святой город Иерусалим. И первое, что она сделала, там она разрушила все капища, их огромное количество языческих капищ было в городе, и стала строить храмы на тех местах, особо значимых для христиан, то есть место рождения Господа в Ифлиеме, и в Назарете место рождения Пресвятой Владимирович Нашей Богородицы, гора Фавор, и все везде вот в этих местах, 80 храмов, это, конечно, огромный труд, который подъяло вот как раз искали гору Голгофу, самое главное место, где был распад Господь, и где рядом был гроб, где его погребли. И никто не помнил, ну, вы, наверное, знаете, мы уже говорили когда-то про это, никто не помнил, где это место, нашли старого еврея, который единственное указал в это место, где капище Венеры построено, вот там и есть Голгофа. Ну, тогда начали копать, и, как мы помним, действительно раскопали, три креста лежало на этом месте, а титла, где было написано Иисус Назаре и Царь Иудейский, лежало отдельно, поэтому невозможно было как бы и понять, где же все-таки крест Иисусов. Четыре гвоздя тоже отдельно там лежали. Раскопали, и в это время была там больная женщина, которой приложили все три креста, и вот она выздоровела от одного креста, и потом там была траурная процессия, умерший человек был, и еще раз патриарх Макарий как раз возложил крест, все три креста на этого умершего человека, воскрес от одного креста, тогда поняли, что это такое. Но после того, как женщина чудесным образом исцелилась, эта весть как бы разнеслась по всему Иерусалиму тогда, по окрестностям, и люди во множестве собрались там, как бы захотели быть свидетелями вот этого чуда. И когда воскрес на глазах у всего народа, воскрес вот этот умерший человек, конечно, тут все ринулись ближе к этому кресту, вот почему и называется тогда вот этот день воздвижением, хотя это больше обретение, то есть нашли крест Господень, потому что все хотели увидеть, и за множеством народа невозможно было подойти ко кресту. И тогда патриарх Макарий, рядом была царица Елена, он воздвижал этот крест на все стороны, благословлял, люди падали ниц, Господи, помилуй, говорили, и много-много людей тогда уверовало и стали христианами, точно как этот иудей старый, который указал на Голгофе вот это место, где закопаны были кресты, принял христианское имя и Кириак, и позже даже был епископом города Иерусалима и пострадал мученически за Христа, будучи вот таким далеким от веры человека. Дорогие братья и сестры, о значимости креста, наверное, можно говорить долго, потому что вот сегодня мы слышали с вами апостольское чтение, где четко совершенно апостол сказал нам, что слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Согласны? Согласны. Вот попробуйте вы сказать или показать людям, неверующим, что мы поклоняемся кресту, на котором умерший Господь наш Иисус Христос. Они говорят, что мы поклоняемся смертвецу, но мы-то поклоняемся как раз вот тому главному моменту, когда Господь Иисус Христос смертью своей победил смерть нашу, освободил нас от власти греха. Вот почему это напоминание каждому из нас с вами, каждый день, когда мы взираем на крест Христов, о его подвиге, чтобы мы поняли, что нас ради человека он пострадал, отдал жизнь свою, и чтобы мы, как бы вдохновившись вот этим подвигом Христа Спасителя, все-таки пришли в себя от мирского помрачения и все-таки вспомнили о Господе и тому о том, чему он нас учил с вами, потому что все-таки цель пришествия Господа, для чего он и жизнь, Сын Божий отдал жизнь здесь на земле, это то, что нас привести действительно к воспасению, то есть к Нему, чтобы в вечности, когда мы уйдем из этого мира, мы пристали пред Его престолом, а не совсем не в другом месте, чтобы нашу душеньку забрали и в темное место унесли, где плач и скрежет зубов. Это должно нас вдохновлять на наш вот этот путь, который мы с вами идем, поэтому обращаемся ко Господу, ко всем святым Его, еще раз повторюсь, мы не зря преклоняемся перед святынями нашей Святой Православной Христианской Церкви, потому что мы с вами понимаем, что да, можно Господу Богу молиться и в лесу, и на поле, потому что Бог есть Дух, и Он везде нас, в любом месте нас слышит, правильно, лишь бы у нас молитва наша шла от сердца сокрушенного, смиренного, и Он нас услышит. Это так. Однако мы знаем, что есть места, где особо сконцентрирована благодать Божия. А где она сконцентрирована, более всего? В Церкви Его. Он же сам сказал, где двое или трое соберутся во имя, я буду даже среди вас. То есть, если мы в лесу где-то или в поле в одиночестве молимся, Он слышит нас. Но там, где нас двое, трое, или пятьсот, шестьсот, как в храме нашем, конечно же, вот Он сейчас здесь, среди нас. И, конечно же, тот, что Он среди нас, и Он глава Церкви, который сам же создал, сотворил на этой земле, конечно же, Он изливает на нас благодать свою, дары свои благодатные, которые помогают нам как бы сохранить веру нашу, верность Христу в этом страшном мире, который постоянно искушает нас, ибо дьявол, как рыкающий лев, наготове нас с вами через мысли, которые, Он подсовывает разные мысли, которые нас отвлекают от службы Божьей и так далее. А Господь нам помогает. И поэтому, если мы в храме стоим, и мысли наши куда-то убежали, улетели, а рядом стоит человек, который в это время молится. Все, значит, мы присутствуем на службе. Мы опять свои мысли назад, опять сосредоточились на службе, а тот человек, у того человека мысли убежали. Но мы-то молимся, и получается действительно вот эта особая концентрированная благодать Божия, которая и в Таинствах Христовых. И, конечно же, через иконы. Иконы – это не просто доска, на которую взяли и заврезали какого-то святого. Но как только икона освещается, и на ней изображен тот святой, к которому мы должны обращаться и молиться, вот тут же этот святой и начинает действовать своей помощью нам с вами. Он и спрашивает благодать Господа через икону, к которой мы обращаемся, чтобы он помог, чтобы он услышал. Он нашу молитву принимает и приносит Господу. И мы с вами понимаем, что это так, потому что, родные мои, пример на все века кровоточивой женщины. Что она сделала этой женщине кровоточивой? А что она? Она сказала в себе, что если я прикоснусь кризом его, к одежде Христовым, то достаточно этого для того, чтобы мне помочь, он помог, и я исцелилась. Так оно и получилось. Кризом, к одежде его. Именно поэтому, когда пояс Пресвятой Владычицы Богородицы сюда приезжал, и мы притекали к этому поясу, мы притекаем к иконам, к иконам святых, в которых находятся мощи святых. Опять же, почему? Потому что, еще раз, мы твердо знаем, в отличие от людей неверующих. Если вам задают вопрос, вы прямо говорите, нету у Бога мертвых, все живые для Него. И, если преподобная Мать Наша Ефросиния, будучи живой, помогала и утешала многих-многих людей, притекающих к ней, если она помогала нуждающимся, со смерти ее ничего не изменилось. Так же все и происходит, так же через ее святые мощи, которые Господь даровал нам с вами, и мы поклоняемся во многих-многих местах. Тоже пускай не смещают, что частица мощей маленькая. Скажите, для того, чтобы благодать Божия коснулась наших сердец, нужна большая, полная мощь. У нас есть такие, родные мои, у нас есть такие люди, которые меня когда-то бескуражили, сюда приехали из России и говорят, мы поклоняемся только полным мощам. Я такого не слышал, вообще-то, конечно. Потому что, родные мои, еще раз повторяюсь, для Бога вообще не полные мощи, маленькие мощи. Мы можем молиться, я говорю, вот выйти туда вон и там молиться, в лесу. Совершенно спокойно Господь нас слышит. Не нужно ему каких-то особенных условий. Единственное условие, которое существует, это вот это вот наш орган. И больше никаких условий нет. Сердце наше. Если сердце холодное, и мы молимся холодно, без покаянного чувства, несмиренно, так мы ничего не получим. Хоть ты поклоняйся полным мощам, хоть ты не знаешь, что делай. Окунайся, едь в Иерусалим, падай там где-то, а сердце твое холодное. Ничего ты не получишь. Пришел и ушел. Ни с чем пришел, ни с чем и ушел. Так говорил Иоанн Предсеча. Принесите достойные плоды покаяния, принесите достойные плоды веры нашей. И если мы эти достойные плоды приносим, конечно, мы получаем помощь от Господа нашего Иисуса Христа. Радуемся, родные мои. Спасибо. Сегодняшнему праздничному дню хочу просто еще добавить, что в 335 году, 13 сентября, был освящен храм, который был построен на гробе Господнем. В 335 году. Вот царица Елена, к сожалению, в 325 году обретены были мощи, а в 326-м она скончалась. Все-таки император Константин построил этот храм, который мы с вами знаем, храм гроба Господня. Сейчас до сих пор он сохранился. Вот он был освящен. И вот тогда-то как раз и было решено, чтобы на следующий день как раз мы праздновали вот этот день обретения честного Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Святое воздвижение. Вот и поэтому я еще раз вас сердечно поздравляю с этим праздником, дорогие братья и сестры. Ну и просим Господа и святых его, чтобы через те святыни, которые мы имеем в каждый храм, в каждый маленький, даже сельский храм он имеет эти святыни, через которые изливается благодать Божия на каждую из нас с вами. Если сердце наше является этой почвой благодатной, которая и дает сходы вот веры. Спасибо и сохраняй вас, Господи. Спасибо, Господи.